Защитный костюм, специальная обувь и белый халат из вафельного полотенца. Этот нехитрый набор амуниции для энтомологического обследования территории. В период подготовки загородных лагерей к работе эта процедура. Обязательно. Если у нас индекс больше 0,5 экземпляров на флага километр, то есть это считается один клещ на один километр. Пройти с флагом нужно как минимум два километра. И обязательно в вечерние или утренние часы. Клещи не любят яркого солнца и высоких температур. А что касается травы, в которой паукообразные могут прятаться, она непременно должна быть скошена. У нас обитают либо луговые клещи, либо лесные. Но они также переносят тот желаемый боррелиоз и другие различные заболевания. Лучше с собой, конечно, положить вот эти все репелленты от гнуса, от клещей на всякий случай. Как показала проверка энтомологов, в лагере Щаткова клещей нет. Но акорицидная обработка в период оздоровительной кампании все же необходима. Кроме этого, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии следят за качеством проживания будущих отдыхающих. Требований очень много, но это главное, чтобы была поточность технологического процесса, чтобы было исправно все технологическое оборудование, чтобы, естественно, был укомплектован штат. Он уже укомплектован во всех лагерях. Они все прошли медицинские осмотры и прошли обязательное гигиеническое обучение на базе нашего центра. То есть, в принципе, уже готовы. Следующий пункт – обследование пищеблок, а именно микробиологический анализ воды. Перед забором проб кран обжигается и воду спускает в течение 10 минут. Мы сейчас осуществляем отбор проб воды питьевой на химический анализ и, соответственно, на бактериологический анализ. Те же самые исследования проводятся и в апартаментах. К слову, в лагере Щаткова спальни и санузлы более чем комфортные. А в общем корпусе, где одновременно могут отдыхать сразу 60 детей, есть бассейн и бильярд. Всего же территория оздоровительного учреждения – это полтора гектара земли со спортивными и детскими площадками. Лагерь Щаткова почти готов принять своих отдыхающих сегодня. Последние приготовления – генеральная уборка, а уже 2 июня здесь зазвучат детские голоса и смех.